В выходные в Башарово прошла Гренландия. В этом году фестиваль отпраздновал юбилейный 25-й день рождения. Почти 200 тысяч человек с пятницы по воскресенье отдыхали на берегу реки Быстрица. Отдыхали, стоит отметить, с комфортом. Дома на колесах, гамаки и даже мобильные бани. Фестиваль с возрастом становится, если не моложе, то современнее. Электрогенераторы на поляне встречаются немногим реже, чем люди с гитарами. Все сами гитаристы у костров заменяют гаджеты, а гости чистят чакры по новомодной методике глюкофонотерапии. В том, что Гренландия 2017 не лучше и не хуже прежних, но уж точно другая, лично убедилась Ольга Шмырина. Здорово, фестиваль! Слава богу, дождя нету, да? Значит, зажжем. Вперед! Тысячи человек прильнули к сцене. В красной футболке, скромных брюках, на голоконцерте Гренландии появился Трофим. Как же счастливы мы были тогда, а ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажи краше не могу пожелать я. Его гитару из массива можно было рассмотреть только с первых рядов. Птицы на грифе – принадлежность к известному бренду. Скорее всего, именная ценой в районе 200 тысяч. Она частый спутник музыканта на выезде. В крупном концертном зале или на простой поляне у речки Трофиму одинаково важно, чтобы звук был на высшем уровне. Чтобы песню со сцены слышала вся фестивальная поляна, организаторы предусмотрели суперсовременный звук. Говорят, такой же используется во время концертов на Красной площади в Москве. Но и сам фестиваль Гренландии становится современнее и комфортнее для его гостей. Поэтому в нескольких метрах от сцены звук Трофима заглушает шум электрогенераторов. Вряд ли создатели фестиваля авторской песни 25 лет назад так представляли себе последователей. Гренландия-2017 – это город, пусть и вдалеке от крупных магистралей, но с полной инфраструктурой. У магазинов с мороженым и шашлыками нередеет очередь, а дети и тут поглощены миром гаджетов и современных технологий. Современные барды, судя по всему, ценят комфорт. На смену обычным палаткам пришли дома на колесах, туристическим ковриком гамаки, а вместо купания в реке – мобильная баня. Технологии и прогресс на фестивале бардовской песни стали вытеснять, кажется, самих бардов. Тут пари с девчонкой, пари с девчонкой, любили друг друга, любили друг друга, алые паруса, паруса, а сонх разгреет. Чтобы помнили, ради чего все здесь сегодня собрались на юбилейной 25-й Гренландии, открыли музей. Раритетные фотографии, как все начиналось, вырезки из газет 89-го года и целый стенд с бэджами участников. Никакого принтера, все раскрашено и нарисовано вручную. Музей, он же творческая площадка, где все три дня объясняли, как обычный текст превратить в песенный, как сочинить хит, не зная ни единой ноты и не боясь импровизировать. Это, к примеру, про разведку. Пятый, пятый, я второй, как слышишь. Ноты не нужны, вот нотами это невозможно записать то, что сейчас происходило. Неплохо поет и самый спортивный гость Гренландии Алексей Воевода. Трехкратный чемпион мира по армрестлингу устроил турнир. Схватки за звание чемпиона судил лично. Сам устанавливал спортсменам руки, загибал пальцы и даже связывал, если требовалось. Весью! Поддержим, поддержим! Борьба поддержим! Держим, держим! Держим, боремся! Боремся, держим! Держим, держим! Боремся! Боремся, боремся! Еее! Сложность выставить честно руку, потому что каждый пытается друг друга немножко обыграть на захвате. Важно, чтобы все было прямо, балангу не перекрывали. Судит хорошо. Очень понравилось, как судит. В том, что у кировчан сильные руки, Алексей Воеводу убедился лично. Вызвал на бой чемпиона, а у того, как выяснилось, травма. Городной, ты можешь! Гуль! Ты можешь, что ли? Поддержим, поддержим, начали! Поддержим, поддержим! Идет борьба, поддержим! Это идет не только борьба, это идет мастер-класс! Ох, все, не надо. Меня, как мальчика, воткнули в стол, и все. Что происходит? Глюкофонотерапия. Вибрации проникают в тело, во все внутренние органы, и музыка изнутри. Прочищаются чакры, женщина омолаживается. Когда она встанет, ей будет уже 17 лет. В такой процедуре, отметил Алексей, главное вовремя остановиться, что до фестиваля авторской песни на 25-м дне рождения он точно не остановится. Возможно, в следующем году станет еще более масштабным и прогрессивным. Но, как и в 80-х, поляна у Быстрицы под вечер затянется дымкой костра и зазвучит сотнями голосов. На разных языках и жанрах Гренландии это место контрастов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ